Сегодня компания Муниципальный жилищный фонд Абакана может по праву называться одним из лидеров отрасли строительства. Только за последние 6 лет были построены и введены в эксплуатацию более 200 объектов социального и культурного значения. Более 160 тысяч квадратных метров получили сотни жителей республики. Компания МЖ при возведении объектов строго следует нормативам и проектным документациям, а за счет новейших технологий в строительстве комфортная температура, свет, воздух и эстетическая составляющая в квартире или офисе всегда на высшем уровне. Несколько лет осваиваем систему КБК, конструкции без регионального каркаса. Вот за нашей спиной дом, который мы недавно сдали, 16 этажей, выполненный в этом каркасе, который нам позволяет довольно экономично строить и, соответственно, предлагать более дешевые квартиры на рынке. Собственная квартира – мечта многих. Компания МЖ предлагает квадратные метры по самой низкой цене на республиканском рынке. К тому же платят будущие владельцы только за действительные метры, указанные в паспорте после работ БТИ. БТИ приходит, делает обмер квартиры в натуре, то есть фактически на момент без всяких изменений. И согласно этого уже паспорта, который промерен БТИ, составленный, человек оплачивает свою площадь. Кроме прочего, компания МЖ поддерживает программу льготной ипотеки до конца 2016 года. Это значит, что приобрести жилье в новостройках как в долевом строительстве, так и готовой квартиры можно на очень выгодных условиях. 33 тысячи за квадратный метр у нас представлены в нашем новом районе, который мы с вами, это Новая Согра. В других микрорайонах города, в наших новостройках, ценовая политика где-то валируется от 36 до 44 тысяч за квадратный метр. В соответствии цены и качества МЖ фонд гарантирует компания, сотрудничая с крупнейшими банками страны – Сбербанком, ВТБ-24 и Россельхозбанком, где и можно узнать условия кредитования по программе «Ипотека с государственной поддержкой». Либо обратиться непосредственно в офис компании МЖ по улице Советской, 209. Сбербанком, ВТБ-24 и Россельхозбанком, ВТБ-24 и Россельхозбанком. Продолжение следует...